Пояснение к инструменту сгиб Создадим заготовку длиной 200 и толщиной 2 миллиметра Начертим линию сгиба ровно по центру Применим операцию с радиусом 100 миллиметров углом 360 градусов Убедимся, что внутренний радиус 100 миллиметров, а наружный соответственно 102 Для наглядности создадим проекционный эскиз окружности И дополнительный со смещением по оси Х на 50 миллиметров Теперь продублируем линию сгиба также со смещением по оси Х на 50 миллиметров Согнем деталь по новой линии Мы видим, что деталь согнулась по окружности с указанным радиусом Но правое плечо опустилось ниже, согласно смещению линии сгиба Скопируем заготовку Изменим метод построения на длину дуги и угол Укажем длину дуги, равную длине заготовки Заготовка не согнулась в кольцо, так как нижняя левая четверть окружности должна иметь для этого обратное направление сгиба Чтобы исправить это, сместим линию сгиба снова на центр детали Заготовка сомкнулась Так как теперь условия правильны для всех частей окружности Этот метод удобен тем, что не надо указывать радиус сгиба с точностью до пятого знака после запятой Построим на обратной стороне детали дополнительное утолщение высотой 20 миллиметров Снова согнем деталь Теперь ее наружный радиус равен толщине детали плюс высоте утолщения Таким же образом согнем деталь по торцевой плоскости Согласно измерениям радиусов, отличие ровно на длину заготовки При этом деталь продолжает свободно сгибаться при больших радиусах вдоль продольной плоскости Но выдает ошибку при сгибе в кольцо Это связано с тем, что общая длина заготовки изменилась при торцевом сгибе Изменяем длину Однако заготовка не смыкается в связи с разностью радиусов Это можно исправить, обрезав деталь по нужным радиусам То же самое происходит и при сгибе детали по верхней плоскости Каждый раз длина заготовки меняется, и это необходимо учитывать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин